друзья всем привет сегодня 3 ноября западная сибирь сегодня буду убирать пчел ночью было до с утром минус до минус 10 доходила температура высокое давление небо чистое солнце но мороз и сейчас можно убирать днем несмотря на солнце потому что сейчас где-то минус 4 днем наверно так и будет еще возможно будет потепление но уже там потом по снегу не хочется убирать сейчас по сухому проще это сделать сейчас хочу еще немного рассказать по поводу обработки от клеща значит между двумя каналами пасека скупновых и им кирди там немножко возник спор по поводу обработки от клеща там основу спор из-за того что как обрабатывать бипином аметразом или кислотами ну хотелось бы свои две копейки тоже вставить ну вообще про себя сказать я бипином обрабатывал может быть лет там семь назад когда только начинал по мою первый второй сезон обрабатывал тогда есть было мало опыта изучал но потом как-то я с ним не работал работал в полосках ами пол ты там была метра составе это да а так бипином я не поливал ну просто сам по себе начитался видимо считал это тяжелой химией ну и сейчас считаю что это серьезный препарат и не работал ну сколько слушал семинаров там в интернете там youtube ролики там статьи читал ами траст они во всех странах запрещен то есть он используется один из немногих препаратов которому нет привыкания у клеща по крайней мере за два-три года она не не образовывается как скажем если будем полоски с одним действующим действующим веществом использовать два-три сезона получим сильную сильное привыкание клеща метра за такого нет не во всех странах он запрещен и как я по моему если не ошибаюсь и я считал что он германии запрещен но в германии вроде бы он тоже разрешен то есть его пчеловоды используют почему-то там он дороже у нас бипин не особо дорогой препараты или китайский метрас на али можно взять тоже недорого вот ну я использовал полоски до сего момента ну и сейчас использую друзья у меня используют метра метроз бипин и показывают шлют видео фото что сумасшедшая особь клеща много ну я взял ампула метроза чтобы сделать обработку трех контрольных семей и понять тоже будет у меня осыпь или нет если есть значит я плохо лечу и таком духе вот как я нынче обработал сейчас немножко отступление сделаю значит я сразу поставил полоски когда убрал последний магазин и это был конец августа начало сентября полоски с лувалина там у меня были китайские вангши и российский фумисан просто не хватило я как буду 2 использовал вида но осыпь была и на тех на тех я показывал осыпь была хорошая клеща в этом сезоне больше чем прошлый сезон и после этого я обработал сублимация щайлевой кислоты сублиматором я прошел один раз и через недельку еще второй раз после сублиматора осыпи уже особо не было но я не скажу что он плохо работает потому что нет осыпи я сделал ошибку я не оставил там контрольной семьи например без обработки совсем чтобы понять как действует сублиматор тогда бы это было объективно например я оставил бы три семьи там или пять и только их сублиматором выработал посмотрел бы какая осыпь а так получилось что я после полосок все семьи еще два раза проходил и из трех контрольных семей у только в одной наблюдалось осыпь там порядка трех клещей там трех пяти клещей там наверное за неделю то есть у других не было и после этой после двух раз выработки сублиматором я еще сделал раствор 3-3 с половиной процента щайлевой кислоты и обработал опять же три контрольных семьи которые у меня с решетками не было осыпи не через два не через четыре не пять не только один клещ опять же на той же семье видимо было больше всего на заключена расплода уже точно не было это уже был конец октября я проливал теплые деньки расплода точно нет и еще неделю назад или пять дней назад я три контрольных семьи пролил бипином на мет разом правильно говорить о мет разом это не бипин это мет раз китайский ампулы 0 5 миллилитра на литр разводил все раствор стал беленьким средства защиты перчатки респиратор все и семьи вот даже еще раз покажу вот тут крошка есть клеща я не вижу вот у этой семьи вот он один клеща вчера вечером смотрел один клещ и больше нет вероятно что эта семья больше заключена потому что вот на ней все время после щавельки все равно клещ 2 падает кстати я делал смыв там в одном из видео показывал не было клеща на смыве но брал я с крайней рамки еще у пары семей я вот картон поставил на дно кстати после амитраза заметил что была осы пчелы небольшая сразу выбрасывали тоже нет клеща здесь вот тут у меня где то есть тоже клеща нет а вот такие дела значит я тоже сделаю вывод что хорошо и обработал и справился с клещом без скажем без тяжелой артиллерии кое отношу и амитраз то есть фуловоленатом и кислотой щавелевой и вообще я считаю я не считаю что что-то действует что что-то не действует считаю что все средства работают и кислота и амитраз и бипин тут вопрос что пчеловод выбирает и что разрешено ветеринарными службами в каждой с каждой стране как от общался с германии пчеловоды там вот эту кислоту щавелевую продвигали на этих собраниях общество пчеловодов там лет 15 то есть ветеринар рассказывали что это лучше что безопаснее делайте так у нас у нас нет такого нам ветеринары не приходят на собрание не рассказывают используйте то это у нас вот есть список несколько производителей делают то все сам выбирай чем лечить меняй средства то есть получается что не запрещено то разрешено конечно что-то тяжелее сейчас вот уже данные я неоднократно видел 15 суток и амитраза нет следов ни меда ни воски флуоленат задерживается там годами накапливается это минус мы же хотим делать экологически чистый мед чтобы не засорялись ни воск ни мед так что тут тоже у кислоты конечно это огромный плюс экологичность ее в общем я много наговорил сам от себя не ожидал сейчас мы будем убирать пчел ну и как обычно я как все сезоны делаю убрал пленки уже по наверное дней 10 назад как всегда эту москитку укладываю легкий холтик свежий это вот что моль вот так вот сидят семьи это бакфаст они повыше карника как-то пониже сидит опускается он тут и дать побольше пчелы москитку конечно у меня сколько был запас я уложил ну количество семей подросло я уже новую не делал там сколько-то семей просто легкий холстик не знаю буду ли я лет на следующий сезон ее вырезать то есть количество семей растет убирать ли эту практику с москитка ли оставлять подумаю еще не знаю вот карника она вся вот внизу сидит вот и даже не видно то есть поджимается вниз включена вот если наши переноски вот отец тут наварил удлинители ну в комментариях после того я весной показывал писали некоторые подписчики спасибо за совет сейчас я думаю будет проще нести мы все начнем контрольный улей 62 килограмма в последним сезоном посмотрел это как бы очень хороший вес большой даже если отнять под крышник крышу дно тут тяжелая корпус там килограмм 20-25 получается 35 килограмм кормов ну 30 наверно точно есть здесь рамки полностью заполнены в этом году был хороший августе гнезда хорошо подлили еще сиропом закормил и кормов очень много и весной этих кормов хватит на развитие если будет холодный май можно даже не подкармливать но я обычно и не подкармливаю поехали дальше понемногу носим сейчас появилась идея за счет того что новые корпуса на 20 миллиметров уже я здесь измерил кажется должен войти четвертый корпус на стеллаж на стойке сейчас я попробую это сделать придется плотно корпуса поставить да войдет корпус 430 это здорово это 36 если здесь их ставить здесь уже встает три штуки дополнительно 6 штук на стеллаж отлично все вот это и вот и вот вот и вот вот все всех занесли островная карника по центру здесь двухместный улей место еще есть куда расти подушки все убрал давно я не убирал по сухому обычно по снегу в этом году затяжная осень снег возможно еще не скоро ляжет а морозы уже ночью до минус 10 поэтому по сухому тоже приятно убирать его всем хорошо перезимовать всем удачи будьте здоровы пока